Сегодня жительница Барнаула Кристина Янина за рулем своей ласточки. С ней девушка была в разлуке полгода. Вынуждена. Дело в том, что ей отказывали оформлять полис ОСАГО. Своё твёрдое нет, сказали 12 страховых компаний. В итоге я обратилась в страховую компанию, где уже напрямую в офис, где мне дали понять о том, что мы такой автомобиль, как Марк 2, страховать не будем. Очень долго искали, где можно застраховать автомобиль и в итоге спустя полгода только у нас получилось это сделать. Марки Субару – автомобили 90-х годов выпуска. Страховые компании страхуют неохотно. Их ремонт обходится в копеечку и порой превышает себестоимость самой машины. Страховым компаниям это невыгодно, рассказывает юрист Юрий Котло. Пару недель назад его машину тоже отказались страховать. Юрию тут помогло юридическое образование. И всем, кто сталкивается с подобной проблемой, эксперт советует писать претензию на имя руководства страховой, а также жаловаться в контролирующий орган. Писать жалобу в Центробанк, так как Центробанк является надзорным органом по отношению к страховой компании, и будут приняты меры. Но для этого необходимо доказательства. Желательно предоставлять письменный отказ, который они, естественно, не дадут. Здесь в ход могут пойти уже любые другие способы доказывания. Аудио, видеозапись и так далее и тому подобное. После такой жалобы страховую компанию обяжут устранить нарушение закона и заключить договор. К слову, в письменном ответе специалисты Центробанка нам пояснили, что за последние полгода по полисам ОСАГО поступило 278 жалоб от жителей Алтайского края. Полис ОСАГО – обязательный документ. Без него эксплуатация транспортного средства запрещена. Страховщик не вправе отказать в полисе ОСАГО, если предоставлен весь комплект документов, необходимый для оформления. Если отказывают в оформлении полиса, можно направить жалобу через интернет-приемную на сайт Центрального банка России. В Барнаульской ГИБДД только за последние полгода к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО инспекторы привлекли сотни водителей. За текущий период 2021 года на территории города Барнаула за данное административное правонарушение к административной ответственности привлечено 1486 водителей. С каждого на основании кодекса об административных нарушениях взыскали штраф 500 рублей. Кстати, эти деньги водители могут вернуть в качестве убытка непосредственно за страховой компанией, которая отказалась выдавать обязательный документ. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.